Бабу-югу всегда называли ведьмой. Но кто же такая ведьма? А между тем в простонародье это прозвище относили к ведуньям, знахаркам, что обладали тайными знаниями, недаром говорили, что в каждой деревне есть такая. Лишь инквизиция и приход христианства на Русь омрачили для нас этот образ, но в язычестве он был очень распространен. Откуда же появилось, поверьте, что Баба-яга ест детей? Причина в обряде припекания. Есть версия, что так лечили рахит. Но имеется вариант более убедительный, на мой взгляд. Младенцы, если он заболел, заворачивали в тесто и засовывали в слегка остывшую печь, напичканную разными ароматными и лечебными травами. По сути, проводят ту же самую ингаляцию и прогревание, которые и сейчас имеют место быть. Единственное, что было всегда, это связь яги с мертвыми в понимании людей. В современности нам известно, что она жила в избушке на курьих ножках, где-то на границе леса, за огненной рекой. Многие исследователи склоняются к тому, что так обозначался рубеж между двумя мирами, а именно мира живых и усопших. Но если копнуть глубже в историю славянских мифов, рунически правильнее эта граница находилась где-то в недрах земли. В соответствии с тогдашними поверьями, яга скорее бы жила в колодце или человечнее в землянке. Что странно, подтверждение этого вновь находится в древних летописях и сказаниях. А избушка, окруженная чистоколами, с лошадиными или человеческими черепами, просто стала дополнительным образом олицетворяющим связь с мертвыми. Ведь когда хоронили великого воина, погибшего в бою, для него сооружали своеобразный склеп, составляя вокруг опиес, с насаженными на них головами поверженных врагов. Также в Древней Руси зимы известны своими холодами, и погребение покойных в земле было не всегда возможно, из-за чего люди стали оставлять прах умерших в неких домовинах, стоящих на пнях, которые после окуривали дымом. Мало того, что они и вправду становились куриями или окуренными, еще и визуально они и вправду походили на куриные ноги. Также причастность этой старухи к повребальным домовинам относит и такой фрагмент. Лежала из угла в угол баба-яга костяная нога, нос в потолок в рост, губы на притологе висят. Поскольку одна нога костяная, можно предположить, что другая нормальная, а это вновь скорее доказывает, гига стояла между миром живых и мертвых. Когда добрый молодец в сказаниях приходил к ведьме, первое, что он слышал – фу-фу, русским духом пахнет! Что указывало на то, что героя она не видит, но чует. Поверь их славян, опять же, живые не могли увидеть мертвых, а мертвые – живых. Но запах живых неприятен мертвым. Путаница заключается в том, что молодец видит ягу. Следовательно, та не совсем мертва. Откуда же у нас возникла Баба Яга, и почему ее звали именно так? Одна из версий уводит нас на много веков назад, к временам упадка империи Александра Македонского и к распаду Анатолийского царства Амазонок. Да-да, тех самых воительниц. Известно, что образ Бабы Яги связан не только с ведьмой, но и с сильным воином. Подтверждением этого можно также найти в мифах и народных сказаниях. Только позже старуха в поверьях славян стала летать в ступе, а до этого наши предки видели ее верхом на коне или пешие в сопровождении волка на святке. В XVII веке ее, кстати, изображали на вепре. Вспоминается параллель богини Фрейи в скандинавской мифологии, также разъезжающей на вепре. Но вернемся к Амазонкам. Наиболее деятельные из них после распада отправились на юг Аравийского полуострова, Йемен, а также в районы Дельта Нила, в Ливию и далее. Они строили много храмов, и служившие у них жрицы передавали великие знания Востока воительницам, которые умели читать и писать. К этим знаниям и относится культ некой богини по имени Йома, покровительницы Чад и сирот. После эти самые амазонки уходили к соседним народам, где обучали детей грамоте, премудростям жизни, а девочек – целительству. Именно таких жриц впоследствии звали Егинями. Только в славянских народах это название трансформировалось в Бабу-Ягу. Яза обозначала немощь, ягать, кричать в природах, лебраницы, что отразилось не только на русском фольклоре, а также и в чешских и словацких сказках. Баба-Яга стала являться обрядовым персонажем в бывших славянских землях в Австрии, масленичным персонажем в Черногории и ночным духом Сербии, Хорватии и Болгарии. Но вот я и поведала вам одну из версий, откуда на Руси появился такой яркий и многогранный образ. А ведь это всего лишь крохотная доля ее истории. Сказания же повествуют о Еге как о прекрасной женщине-воительнице, жене Велеса, подруге смерти, однажды проклятой и изуродованной. От себя добавлю, что для меня Баба-Яга один из любимейших драматичных персонажей в мифологии. И делают не только в истории, которые и так понятны, а как раз в этих самых мифах, которые с ней связаны. Если вам интересна данная рубрика, ставьте лайки, пишите в комментариях, с чем вы, может быть, не согласны, подписывайтесь на канал, а также слушайте мой роман «Приключения в стихах», основанный именно на мифах и легендах. Слегка видоизмененный на современный манер. Жизнь нашего духа – доля чести. Ну, а с вами была Марго. Целую. Чао. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...